доброго всем здоровья я перееду туда туда сегодня мы с двумя сережами как один из них назвал нашу бригаду бригада с.с. а в комментариях написали бригада sms но с последнего последнем ролике когда вы участвовали тебя все поздравляли кстати серёжа днем рождения а ты наверно так и не прочитал поздравление я тебе озвучу одно стыдно да стыдно я тебе процитирую одно из из поздравлений сейчас я его вспомню очень короткая и с юмором пусть все проходит мимо кроме денег и интима значит мы привезли цемент отсел и сейчас перед верандой попытаемся сделать чем мы будем делать площадку для ступени чем мы займемся да будем ровно делать или срежем вот так хватит достаточно тут ровный угол делами или запинаться будем или срезать если ты будешь в дальнейшем плитку выжить и конечно буду лучше в ровную какую плитку мы на хуторе живем минусе но какую-то кинуть вот здесь может со временем надо было бы и делать на что-то ровно делать если вы здесь продлят спокойно разрезе сделаешь и чтобы не усаживал на такую ширину а ты видел плитку делают мешочки в бетоне не очень эти скажу неудобно ходить ногу можно а я понимаю травма тогда народа получились формочка можно сделать саду нет это не наша не наш метод ладно мы начинаем работаем ее не по край крыши а по стропиле вода не будет залетать на метр ну нет гулять и гулять ну по сути от москов да 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 только отступить надо вниз поэтому строгать не будем все-то закрывать и надо тонкой или чем-нибудь закрыть не вымазать сейчас я первым делом нагреть воду чтобы она была сейчас нам не нужно электричество свет не нужен аккумуляторы заряжать не надо что я делаю беру открыл воду все вода открыто то есть там давление повышаться не будет конечно водонагреватель надо будет поменять но пока он не потек открываем раз и потек смотрим ничего не течет не капает для чего мне эти эксперименты ставлю я нагрел вот тот объем воды который там мне интересно насколько нам хватит нам его на день вот так вот помыть руки и помыть кружки которые мы тут тарелки которые будем просто знать на что рассчитывать до водонагреватель конечно надо менять на сильно большой его менять нет смысла потому что ну вот как включил водонагреватель свет не включается естественно я не могу заряжать аккумуляторы ну чайник это самое тут последний я бы никогда его не завозил сюда электрический чайник если бы его не завезла валентина вот ладно заработаем на вашу линию я я все и 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 Хочу попробовать что-то тут. Я хочу поделить. итак прошло полдня и мне интересно насколько сохранилась и теплая вода значит для чего я делаю все вот таки танцами с бубнами одновременно включить все я не могу в то время когда включен обогреватель воды свет не работает когда даже обогреватель воды выключены включена бетономешалка потому что мы сейчас сухим крутим бетономешалка работает нас хватает его сухой он может прокрутить если полный залить с водой то ему и тяжелее уже на них не хочет крутить но даже сейчас когда бетономешалка включена включается гидрофор и он выключится не может он не может нагнать свое давление то есть постоянно надо думать вот эта рокировка этот тетрис что включить то выключить чтобы не ну что чтобы не перегрузить даже не только чтобы не перегрузить и невозможно перегрузить сюда не приходит так много электричества что мы тут эту сеть перегрузили я пробовал провода не греются также по поводу поставить как он стабилизатор ну поставить стабилизатор и надеяться что здесь появится напряжение это надо сначала отменить закон сохранения энергии и тогда не может по небольшому проводу прийти здесь только что она подымит там не хватает сечения провода не хватает для того чтобы сюда загнать много электричества то время когда делал это все отец он делал только ради того чтобы была лампочка чтобы бабушке было включить лампочку потому что она прожила свою жизнь здесь керосинкой керосиновой лампы вот цивилизация одно удовольствие это вот 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Наверное, на крышу вообще не смотрел. Я смотрел сантиметров 25, выпускаю. Мне как думать, что 3,20 надо. Ну, говорят, 3,10. Надо уже квадратную делать, и все. Ну, 3,20 из 3,20. Ну и все. Вот такая ступенька у нас получилась. Здесь можно будет положить какой-то коврик. И, думаю, меньше грязи будет тянуться в дом. Пока нам позволяет погода, мы все внутренние работы чуть-чуть приостанавливаем, потому что еще печки нету, то и все. То есть погода позволяет. Переходим на улицу. Точно такую же платформу. Ну, не такую же, побольше. 3 на 3, вот как мы сейчас поговорили. 3,20 на 3,20. Мы зальем и перетянем туда. Там больше будет. И перетянем туда нашу беседку. Потому что она здесь уже мешает даже ходить. Вот эта лавочка точно мешает ходить. Ну и беседку тоже. Теплая. Теплая. Прошло. Ну, почти. Мы чуть поздно приехали, конечно. Но почти целый день прошел. И вода до сих пор теплая. Она не остыла. Значит, можно будет рассчитывать на то, что приехавшие с утра, пока нам не нужны какие-то там аккумуляторы и прочая техника. Вода, чтобы насос включался. Можно включить на... Ну, полчаса, наверное, но не больше она была включена. Нагреть вот этих примерно 10 литров воды. И температуры его хватит на день. Она не остывает. Это нас радует. То есть, можно будет как-то с этим справляться. Все, кроликов покормили. Помешать. Корни. Значит, вот такая получается площадка. Больше, чем кубы бетона туда надо. Но кое-что остается от сегодняшнего дня. Оставалось с предыдущих раз. Ну, еще полный прицеп привезу. И будем надеяться, что хватит. Ничего в землю не копаем. Подравниваем. Ну, там еще подкопаем. Кое-что выровняем. Подравняем. Писточком подсыпем. И будем бетонировать. И какое-то железо вложим внутрь. И она как-то, эта площадка будет, так сказать, плавать на земле. Вот такие дела мы собираемся. А с вами мы уже продолжим завтра. Все, продолжаем мы работы бетонные. Значит, вот здесь бетон схватился. И здесь у нас был какой-то гость. Судя по следам и судя по вот этим когтикам, это могло быть внутрь. То есть очень похоже. Все, бетон схватился. Сегодня еще по нему ходить не будем. Но уже в следующий раз можно начинать ходить. А палубку разбирать пока тоже не буду. Он дольше будет сохранять влажность и будет крепче. И судя по всему, эта нутрия заглядывала в окошко, потому что оторвала пленку. Пленка была целая, как мы уезжали. Ну что, прошло. Да, уже тепло. Вот 35 стоит. И если я ставлю больше, он включается. Больше нам не надо. Все, я его выключаю. Этой воды нам хватит на на день. Помыть руки и посуду. Печечка топится. РБУ, что в природе означает растворобетонное управление, работает. Сейчас я к ним присоединюсь. Хрюши понаедались, отдыхают. Ну и чтобы вам было веселее смотреть, мы сейчас запустим белорусскую композицию, белорусскую песню на ваши стихи, на стихи наших зрителей. Как я сказал в предыдущем ролике, мы уважаем всех зрителей, поэтому сделаем субтитры. Но, как многие из вас написали, языка такого не знают, но все интуитивно понятно. Так что мы работать, ну, а вы наблюдайте и слушайте. Каждый день мы вас чекаем, без любогою сустракаем. Сядем разом, выпьем кавы, вельми усёдля нас цикава. Хай, салжды, так буди, люди, мир, хай, буди, шастя буди. Хай, салжды, так и слонца, шастя свит, салжды, так и слонца. Ну, а мы, кто стал все праве, снова сустренимся и взвами, адрес вельми у нас хороший. Беларусь, хутар, замок, шаг, каждый день мы вас чекаем, без любогою сустракаем. Сядем разом, выпьем кавы, вельми усёдля нас цикава. Каждый день, каждый вечер, мы чекаем тут сустрэши. Вельми нам приемно с вами, стали мы уселься брами. Бель нас отжим, заработай, что выросли, сердца спотой. С лаской, с гумором, поважно, у нас не просто, сейчас так важно. Хай, працуют ваши челки, хай, растут все жрелки, хлопчики, хай, тешать вас, более ролика у для нас. Хай, на усёх, как пае брошек, счастья вам, хутар, замок, ищем, ищем. С лаской, ищем. Адрес вельми у нас хороший, Беларусь, хутар, замок. На кожный день мы вас чекаем, мы с любою сустаркаем. Сядем разом, выпим кавы, вельми, все для нас цикало. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Смотрел прогноз погоды, теплоенько будет. Сколько там готово мешало, ты считал? До конца досыпать хватит. И два. так оно и получается мы считали тогда 0,9 кубов примерно в прицепах и куб два прицепа, это же еще почитаю цементу Миксер сюда не заедет, ну кто-то эти ваши не заедет я думаю если он на такое расстояние по таким дорогам согласился бы проехать то ценник был бы дороже чем этот ну что тумбу мы почти залили еще раз и будет залито осталось придумать как нам пересунуть туда вот эту вертолет заказывать надо? на деревья обрезать придется ну да тут поднимет а там нет Сережа у вас есть идеи как мы ее будем передвигать ну как-как онкодора сюда нет онкодора у нас тоже нет, она кривая ее надо как-то еще выровнять она в эту справа наклоненная прежде чем срезать толпы ну тебе аж получается не за седу надо торцевать ну это же надо будет с верхнего бревна мерить и одинаково чтобы срезать ну ты еще учитывал, а ну да если мы еще ровно забьем Сережа, ты не шути так вот нивелир может подвести лазерный, что-то он мне не нравится вот ладно водяной уровень ставишь метки и выставляешь нивелир хотя да, если он падал то может быть машины хватит или квадрика сунуть сюда ну тянуть беседу квадрика мне кажется лучше пошло хотя машина тяжелее квадрика ты можешь поднять да квадрика ты можешь поднять тут лапки снимаются или наоборот их надо прикрутить чтобы они не разъезжались вот этот вариант но они вес имеют маморода они вес имеют лучше для сконс лавок сделать и только так окрестно кто потопался под бетон а это я сейчас протектор будет сразу а как мы ее поднимем этих два столба чтоб под нее подложить направляющую я же тебе сказал бы ну один ладно реечным тонкратом а второй у меня реечный тонкрат только один объясняй вон лежат балки ставишь балки прикручиваешь их глухарями не саморезами не гвоздями а глухарями что такое глухари болт на 13 либо на 17 с резьбой крупной вот еще стропильную систему скрепляет ну все ими пухи разрывная нагрузка полтоны у него подожди а куда прикручиваешь прямо в дуг сюда не таких же надо как-то на лыжи поставить на сани правильно я говорю с одной стороны с другой стороны возьми за бомби и подкладку под низ и в данкрате свободно положил по одну сторону и подложил по вторую сторону все никакой сложности нет если дома венцы меняешь поднимаешь а ты мне говоришь беседку твою не поднимем ой она дубовая а дома что они уже а венцы тоже дубовые и весы сколько дубов ну они уже исходящие надо наверное ее чуть чуть ниже сделать лавочки чуть ниже были да и спинки надо на лавочки сюда взять понимаешь вот видите вот там вот резалась вот та бревно пополам разрезалась оно должно было быть на спинку но она короткая то есть короткое бревно было и на одну спинку вот где выгнутая дугой хватает да здесь можно с нее спинку сделать а на вторую никак в чем проблема я никакой проблемы не вижу монтируешь на сколько ее не хватает ну примерно так ну так вот ставишь сюда указавур прикрепляешься непосредственно сюда то есть даже этот подпорочную и то же самое там и просто ремонтируешь на этой вот порочке как спинки делаешь так можно если сильно опереться то и не сломаешь кувыркнуться сколько дней схватывается бетон 18 дней ну я не строитель конечно но я слышал 21 хватит а мы через сколько его будет добавки укрепляющие то за 24 часа схватывается мы после того как зальем сколько дней будем ждать неделю 2 достаточно а там уже и снег выпадет крокодилы и страусы плавают это тоже думаю снега не будет как снежиня кончен 3 или 4 число уже забыл можно мы зато за сильно широкую сделали 25 сантиметров не отпускай лучше больше будет да конечно зачем чтобы столбы станут на углу лучше буквы мы туда выложили все что могли все весь металл который был сетку штукатурную ну она наверно быстро сгниет то что у которой на зоне ну она меленькая но какой то все равно какой то связь уже есть упор на какое то время она сделает ну у нас наверное уже разогрелось наше блюдо пошли откушаем можно царь трапезничать желает остался один мешок цемента сейчас ребята его выработают я пойду за это время покормлю хозяйство крюшек кроликов сухарики отдам и мы будем собираться вот такие вот два дня грустные однообразные бери побольше кидай подальше пока летит отдыхай то есть ничего интересного не было как вы часто пишите без Валентины видео скучное ну что ж ты сделаешь что ж делать иногда есть возможность приехать что-то поделать вдвоем посидеть у огня погреться но иногда надо поработать такая однообразная работа особо ничего интересного не было кормлю хозяйство вот кролиха сидит такая черная седая скорее всего это ее выводок здесь вывелся и она будет выводиться здесь еще раз ноет роет себе новую норку хрюшек хрюшек становится все меньше вот эти четыре свинки будут оставаться держи это две молодые самочки пойдут ну и старая которая уже испытанная которая хорошо тебя зарекомендовала на тебе на тебе на тебе на тебе не трохнет ты тоже будешь держи 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 кошмар это я нес кроля держи なんothа не Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Все, это кроликам Вот здесь добавляются земли Следы только кроличьи Взрослые и такие средние То есть Очень похоже на то, что у нас Будет новый Выводок Сильных морозов на ближайшее время Нам не обещают Так Минус один А потом даже На перегонки Вот в ближайшее время Залик яблони Понижение, резкого понижения температуры Не обещают Коля нуля Должно быть около нуля Земля Даже если и не несколько градусов мороза будет Даже я думаю, если промерзнет там какая-то корочка То вот с этой стороны Шифер Я думаю ставить Ближе сюда Где легче будет копать Где дернула нету Где трава не растет То есть легче будет прокопаться Электропастух Оставлять буду Потому что шифер Без электропастуха Хрюши уничтожит быстро Ну а там уже по факту Какая Животина Вот кто скидывает постоянно Палку Я там подпираю Чтоб сетка не провисала А они чухаются вокруг Возле нее Ладно Пойду К ребятам Помогать Доделывать Все собирать Будем собираться И поедем Уже кролики не мелкие Уже такие подростки Вот один Там другой Э Ребята решили Без меня уехать Шефа забыли Шефа забыли Мы борта еще не прицепили Все мы уезжаем Ну и с вами мы попрощаемся Уже дома Там Валентина осваивает Два новых блюда В автоклаве Каша С горохом И с фасолью Это из нового Ну и так же Она несколько дней назад Делала паштет Ну просто Прекрасный получился Мы попросим у нее Дать рецепт Может кто-нибудь Захочет Это повторить Так что перемещаемся Домой Мы пришли к выводу Что когда ходим туда Там ходить Удобнее Чем здесь Ну С такими окнами Можем себе позволить Двери сделать В любом месте Ну вот мы и переместились Домой Всем привет Правда съемки наши Были под вопросом Вчера Когда я приехал Валентина была В расстроенных чувствах В разочаровании Нет Никаких съемок Почему Потому что Новые блюда Валентины не получилось Почему Сейчас мы будем разбираться Ну давай начнем с приятного Несколько дней назад Как я говорил Валентина готовила Вот такой Паштет Просто потрясающий На вкус Ну что Откроем одну Покажем И дашь Я обещал Что ты поделишься рецепт Ну да Не ту штучку Мы оказывается Ее неправильно Пользовались Надо ее взять И обжать Миша поставь лучше бананчик Что-то я тут Перенастроил А вот Вот такой Паштет Ой Вот Вот он И достанет Такой вот Желе Такое вот На дне Ну рассказывай Как он готовится Пока я размешиваю Значит на рецепт Ну это очень много Это очень большая порция Нужна Одна печенка Примерно Кило двести Три килограмма Мяса Свинины Пять килограмм Щековины Но можно добавить Другим салом Если ее не хватает Десять штук луковиц Это примерно килограмм И двадцать яиц Соль И перец По вкусу Ты когда рассказывала Так смотришь на паштет Такое чувство Что на нем написано Это ты читаешь Ну там уж там лежит Он очень мягенький И очень вкусный Печени Вкус печени Почти совсем не чувствуется Готовили мы его в автоклаве Но его можно готовить И в духовке Если в полулитровых баночках То надо в духовке Стерилизовать Полтора часа Ну а в автоклаве Мы его сделали За пятьдесят минут Да И пятьдесят минут Для паштета Было хорошо Но вопрос С кашами Возможно Это проблема Во времени Значит каши Вот это каша Допустим С фасолью Она Вот такая Ну не заштывшая Редкая Вот это вообще Вода Не нагрелись А Какая это была Застывшая Вот это более-менее Была застывшая Короче Некоторые каши Более густые Но кажется Как бы не более готовые Некоторые вообще Вода Причем Дело не в крышках Вот на этой крышке Это Куплены специально Мы заказали Для автоклава 120 градусов Указано Также Ничего не приготовилось Из Гороха Ну с этим Непонятно Это перловка Она вроде тоже Более-менее Но надо Немножко Значит В чем здесь проблема Я также смотрела Ваши видео Рекомендованные Которые там Каналы Хозяйки готовят Значит Там было сказано Что горох И фасоль Надо И перловку Можно не варить Залить горячей водой На полчаса И этого будет достаточно Я залила кипятком Накрыла крышечкой И они у меня стояли Где-то 3 часа Но при приготовлении Но при приготовлении В автоклаве 50 минут Для них очень мало Они не совсем Приготовились Наверное Автоклав за большой И он не успел Нагреть эту массу Надо наверное Больше времени Также и перловку Вот Миша открывал Фасоль Горох Я не пробовала Но там немножко Недоготовлена крупа Перловку Семен открывал Перловку Я попробовала Ну почти Но может быть Немножко Его надо тоже Даваривать Я бы Либо дольше Держать в автоклаве Либо Доварить Приварить ее немножко С рисом Эксперимент Рис в этот раз Мы взяли Для басмати Для плова Но он Тоже Я его не замочила Промыла И положила И он тоже Весь такой Густой Как в каше Давай ее тоже Попробуем По рекомендациям Зрителей Я делала Все свои Заготовки В этот раз С Грановкой То есть Я все взвешивала На пол литровую Баночку Я ложила 120 грамм Мяса И 60 грамм Крупы Это канал Диана Строгая На Перловка И горох Ну тут уже Немножко Чуть больше Это вот Я ложила По 100 грамм Значит Крупы И По 150 грамм Мяса Потому что Эти баночки Побольше Мяса Достаточно Риса Наверное Тоже Может быть Достаточно Воды Лили По плечике Но Рис Сколько Ни Дай воды Он все Себя Убирает Ну вряд ли Можно приготовить Плохо Ну ты попробуй Попробуй Почему я Ну рис Понятно Он приготовится Ну тоже Такая вот Каша Соли мало Соли мало И соли Тоже Там По 5 грамм А чем ты Взмешиваешь Ну я так Приблизительно Но у меня Скоро будет Ложечка И на Заказал Мерную Ложечку Электронную Ну что И значит В чем проблема Еще у нас Из вот этих Двух каш Две банки Сразу Испортились Они сразу Зашипели Покажи Вечером Очень долго Он остывает Может надо Несколько часов Но давление Не падает Давление Как бы Оно же держится Да Сейчас зимой Мы можем Выставить На улицу Он моментом Останет На улице Да Вот почему Эти две баночки У нас Не получились Либо Крышки Зажаты Хотя крышки Я заливала Кипятком Они какое-то Время стояли Потом все Плотненько Сразу С воды Горячее Закручивали Ну Вопрос Остается Непонятным Ждем Ваших Подсказок И рекомендаций Но Вообще Вещь классная Столько Можно всего Заготовить И у меня уже Как понесло Я каждый день Стала В нем Что-то делать А теперь Уже разочарование Две баночки Не получилось Вопрос Почему Ну Можно исправить ошибки Если оно Не застыло Желе Если вот Каша Желе Не стало То наверное Тоже Под вопросом Правильно Лето Должно Оно Было Стать Но может Там мясо Было Больше Потому И желез Стало Здесь Мясо Меньше Уже Постыешь Паранок И делал Не знаю Я больше Не знаю Ну Это Я думаю Дело Времени Ну Надо Наверное Еще Больше Изучать И Наверное Пока Ты сам Не Дойдешь К этому Не Парит Спирендируешь Так Как Надо И ты Не поймешь Как Лучше Рис Точно Получается Гречка Точно Получается Перловка Все Эти Каши Очень Вкусные Фасоль Горох Я так Не очень Люблю Я его И не Пробовала Но Вот Эти Две Баночки Я думаю Что Будет Вкусно Но А Почему Эти Предыдущая Партия Баночки Которые Вот эти Большие Поскольку Они По 700 Грамм Мы С Хлопцами Умолачиваем Только Так Осталось Только Две По Несколько Баночек В День Очень Удобно Это Студентам С 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 И Стерилизует Тоже В Автоклаве И Супы С 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 чисто но вещь хорошая как ты читаешь комментариях иногда даже зрители кто-то пробовал по моим рецептом помидоры закатывать кетчуп и некоторые писали что очень классно вкусно но это тоже не мой рецепт я не придумала но просто люди попробовали и вот понравилось в каком-то вы вася пришли меня встречать очень нюанса много но вещь автоклав классно еще бы научиться мне к лету разобраться как мариновать огурцы стерилизовать мальчишки любят очень стерилизованные те огурцы баночка закатанная но я не знаю как по времени как по времени сколько их вставлять туда сколько держать чтобы они тоже были хрустящими но в общем ждем ваших советов сегодня 4 декабря сегодня и выйдет я надеюсь если мы доделаем этот астротальный ролик третий день его делаем кто празднует праздники всех с праздником ну кто не праздник не празднует тоже у вас в этой песне хорошим днем вас желаем вам мир хай буди шоссе буди як пелось в этой песне ну и в завершении как обычно кстати я сегодня завершение не совсем завершение немножко продлится об этом я расскажу чуть позже анекдот дорогая ты спишь я лежу с закрытыми глазами и летаю в облаках ну ты же храпишь а я на вертолете ну вот на этой веселой ноте мы будем завершать наше видео ну а всем досмотрел до этого момента не спешите переключаться вы еще я думаю вы еще немножко улыбнетесь мы вам покажем частичку ну там несколько процентов того как создаются вот эти песни которые появляются у нас на канале и на этом уже закончим всего вам хорошего до свидания главное вам мира бог даст до скорых встреч всем пока а еще один вспомнил как поэт местного разлива создает музыку побытка номер два побытка номер три добавил уже лучше я там одну локольчик поменял и стал все лучше грустно как-то просил веселее вот вот неплохо вот 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 Попытка неизвестна какая Музыка хорошая, прикольно Не исправился